Здарова, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. И сегодняшний ролик экспериментального характера. Я, короче, вчера посидел, подумал, полазил по сайтам по поиску работы, залез на всеми вами любимый индит и постарался отобрать 20 профессий, которые очень популярны на сегодняшний день в Канаде. Каким образом я отбирал популярность профессии? Как я понимал, что вот эта профессия популярна, эта профессия не популярна. Да все очень просто. Чем больше открытых вакансий на сегодняшний день есть на территории Канады по данной профессии, тем больше она популярна. Это логично, потому что если, допустим, профессия не популярна, то и вакансий открытых мало. А если профессия очень популярна, то и вакансий будет много открытых, потому что многие компании захотят себе взять такого человека на работу. Это логично. Так вот, сегодня просто список из 20 профессий с количеством открытых вакансий всего лишь на одном сайте Indeed. Когда вы будете слышать эти цифры, держите в голове, что я озвучиваю только один сайт. А таких сайтов 28 штук. И, возможно, где-то эти вакансии, конечно, перекликаются, а, возможно, где-то нет. То есть, фактически, ну, я бы, наверное, еще количество этих вакансий умножил как минимум на 2. Как минимум. А как максимум на все 3-4. Но не будем сейчас об этом. В общем, дорогие друзья, топ 20 востребованных вакансий на территории Канады по версии понаехали на Канаду. Поехали! Начнем, дорогие друзья, с очень важной вещи. Смотрите, когда я буду говорить наименование профессии, я буду указывать номер в классификаторе профессии Канады. Если тебе повезло, ты в этом списке, то ты быстренько узнаешь свой номер НОК, идешь на официальный сайт правительства Канады, посвященный НОК, и все детально читаешь про свою профессию. Это очень важно для того, чтобы искать себе работу на территории Канады. Кроме того, если вы делаете резюме, я бы рекомендовал вам в резюме добавлять классификатор профессии НОК. Кто-то не добавляет, кто-то добавляет. Каждый, короче, делает, что хочет. Но мое сугубо личное мнение, добавляйте этот НОК. Хуже не будет, а лучше в некотором случае, может быть, и будет. Кроме того, некоторые работодатели на территории Канады на сайтах по поиску работы указывают НОК профессии, чтобы после того, как я увидел такого плана вакансии, я понял, что указывать НОК все-таки стоит. Ну, короче, вы поняли. Наименование профессии, номер НОК и тому подобное. Начинаем. Начнем с первой вакансии. Это Электрик. НОК у Электрика 21.33. И на сегодняшний день на Индид открыто более 5000 открытых вакансий. Открыто открытых вакансий. Тавтология. Так вот, более 5000 открытых вакансий на сегодняшний день есть на Индиде. На одном сайте по поиску работы. И едем дальше. Следующая вакансия. Ну, многие уже писали мне. У меня был опрос, социальный опрос в Телеграм-канале и во всех социальных сетях. И многие мне сказали, говорят, Ваня, самая популярная профессия будет у тебя дальнобойщик. Так вот, дорогие друзья. Да, дальнобойщик в этом списке присутствует. Классификатор профессии НОК у дальнобойщика 75.11. Я его знаю, блин, наизусть. Так вот, на Индиде более 9000 открытых вакансий. 9000. Это не предел. Но это популярная профессия на территории Канады. И очень популярна среди иммигрантов. Так можно заработать неплохие деньги. Так можно эмигрировать и тому подобное. Но мы не будем сейчас об этом. И едем дальше. Следующая профессия, которая популярна, это сварщик. НОК 72.37. На Индиде более 3000 открытых вакансий. Ну, она в топе все равно. Но она, конечно, не такая популярная, как некоторые профессии, о которых мы сегодня будем говорить. Но она также не такая ужасная, о профессиях, о которых мы сегодня не будем говорить. То есть 3000 открытых вакансий на одном сайте Индид. Неплохо. Неплохо. И еще раз неплохо. И едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке Это строители. НОК 7611. На Индит более 5000 открытых вакансий на сегодняшний день. А если быть точно, 5186 открытых вакансий я нашел буквально на одном сайте. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке это представитель службы поддержки клиентов. НОК 6552. На Индит более 10 тысяч открытых вакансий. Не ожидал увидеть эту профессию в списке популярных, но окей. Следующая вакансия в списке это знаете, это очень странно для меня. Это бухгалтер. Да, дорогие друзья. На Индит более 8 тысяч открытых вакансий для бухгалтера. Кроме того, очень красивый классификатор профессии НОК Канады. 1-1, 1-1. Едем дальше. Следующая профессия в нашем списке это Project Manager. НОК 0213. На Индит более 7500 открытых вакансий на сегодняшний день. А если быть точно, 7800 14 открытых вакансий. Следующая вакансия в нашем списке очень популярна на территории Канады. И я сейчас объясню почему. Продавец-консультант. НОК 6421. На Индит, внимание, на одном сайте по поиску работы более 20 тысяч открытых вакансий. А если быть точно, 20 120 открытых вакансий. Напоминаю, если вы собираетесь уехать в Канаду и мигрировать по рабочей визе, вы себе ищите работу продавцом-консультантом, ваш уровень английского или французского языка должен быть идеальный, потому что ты будешь продавать на английском или французском языке. Включайте голову, когда ищите работу на территории Канады. Включайте голову. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке это административный помощник. Да, тоже популярно. НОК 1241. На Индит, на одном сайте по поиску работы, только более 9000 открытых вакансий. Ну, потрясающе, просто потрясающе. Вот, мы подошли к интересной профессии, которая есть в этом списке, и она логична. Канада всегда говорила, что они хотят стать силиконовой долиной. И от этого что вышло? От этого вышло, что в Канаде нужны, знаете кто? Разработчики программного обеспечения. НОК 2173. На сегодняшний день, на одном сайте Индит, просто вслушайтесь, более 22000 открытых вакансий разработчиков программного обеспечения. Мне кажется, каждый разработчик программного обеспечения, будь он разработчиков под iOS, под Android и тому подобное, найдет себе что-то интересное на этом сайте. Едем дальше. Следующая вакансия, в целом, не очень большая, но очень популярная. Кстати, среди иммигрантов тоже. Плотник. НОК 7271. На Индит более, на одном сайте по поиску работы, таком как Индит, более 5000 открытых вакансий. 5497, если быть точно. Следующая вакансия в нашем списке тоже популярна. И она простая. Это официант. Я не говорю, что быть официантом очень просто. Я к тому, что найти работу официантом в Канаде будет просто, потому что это популярная профессия. На сайте Индит более 8000 открытых вакансий на сегодняшний день. НОК профессии официанта у нас 6513. Едем дальше. Следующая вакансия в нашем списке это повар. Да, дорогие друзья, повар. На Индит более 19000 открытых вакансий. НОК 6322. Едем дальше, потому что ролик что-то у нас затягивается. Следующая профессия в нашем популярном топе это сиделка. НОК 4412. На Индит более 9500 открытых вакансий, где ищут сиделку. Вот так вот. А мы продолжаем. Следующая вакансия в нашем списке это просто водитель. Да, вот просто обычный водитель. НОК 7514. Заметьте, он отличается, чем НОК дальнобойщика 7511. Это НОК 7514. Заходи на сайт НОК и читай, что интересное, что-то интересное про твою профессию. Вот. На Индит более 16000 открытых вакансий для поиска водителей. Следующая профессия в нашем списке это у нас операторы всяких разных машин. Ну там ЧПУ и тому подобное. НОК 9411. На Индит более 9000 открытых вакансий. Тоже популярная профессия. Далее у нас идут медсестры, медбратья. НОК 3012. На Индит более 18000 открытых вакансий. Если быть точно 18128 вакансий. Сейчас мы перешли к, наверное, самой популярной профессии в Канаде. По версии канала «Понаехали.НКанада». Исключительно из-за того, что на сайтах по поиску работы безумные цифры открытых вакансий по данной профессии. Ребят, профессия управляющий. Да, у этой профессии есть даже два НОК. НОК 1215 и НОК 9227. Вы теперь просто вслушайтесь. На Индит более 77000 открытых вакансий по данной профессии. Понятно, что есть супервайзеры, управляющие в сфере того-то, того-то, сего-то, заводов, ресторанов, пароходов. Ну, в общем, 77000 открытых вакансий. Ну, а мы едем дальше. Следующая профессия в нашем списке, предпоследняя, так сказать, потому что мы уже дошли до 19-й профессии. Предпоследняя профессия в нашем списке – это водитель службы доставки. НОК 7514. На Индиде более 7000 открытых вакансий. И последний в нашем списке, так сказать, профессионал, очень удивил меня. Вот реально. Вот я его искал. И знаете, вот когда я нашел, сколько объявлений открытых, я был очень удивлен. Вы сейчас тоже удивитесь. Внимание. Работник склада. Да. Работник склада. НОК 7452. А теперь вслушайтесь. На Индид более 17500 открытых вакансий. Работникам склада. 17500 вакансий. То есть, я могу понять все профессии там. Дальнобойщик, сварщик, строитель, супервайзер, не знаю, там, медбрат, медсестра. ОК. Но почему работник склада так популярен? Я не понимаю. Ну, то есть, типа, вообще нету логики в этом всем. Ну, вот прям вообще. Напишите в комментариях, почему, как вы считаете, работник склада популярная профессия. 17500 открытых вакансий. Что происходит? Канада становится одним большим складом, и им нужны управляющие? Что это? Или что это? Или работники там грузоперевозки уже заняли? Понятно. Ну, работники-то склада. Вот при чем? Ну, я не понимаю. До скорого. Хорошего дня. Хорошего вечера. Давайте пока, ребяточки. Лайков накидаем. Дизлайков накидаем. Плохих комментариев напишем. Хороших напишем. Отпишемся. Подпишемся. В общем, делать, что хотите. У нас демократия на канале. До скорого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok